Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Поздравляю вас с праздником Святого Богоявления! Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И сегодня за богослужением Церковь предлагает нам отрывок из послания апостола Павла к Титу. Глава 2 стихи с 11 по 14 и глава 3 стихи с 4 по 7. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Итак, дорогие братья и сестры, в этот святой день, день святого Богоявления или, как по-гречески, день Теофании, Церковь за богослужением читает отрывок из послания апостола Павла к Титу. И вот что он пишет. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Скажем следующее, что для апостола Павла очень важно, и это основной лейтмотив его посланий – это жизнь в духе и действие благодати Божией на нас. «Ибо явилась благодать Божия». Благодать Божия – это зримое присутствие Царства Небесного, явление Царства Небесного в нашем мире сегодня. Является она через Церковь, которую создал Господь Иисус Христос. И эта благодать спасительна для всех, для всех тех, кто принимает свое сердце Господа Иисуса Христа и живет в Его таинствах, в таинствах Его Церкви. Она учит нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Основным условием жизни в Церкви и жизни в этом веке является направляющая сила благодати Божией, которую мы можем стяжать. Стижать, прежде всего, с помощью Бога, который изливает свою благодать на нас через свои таинства, через таинство исповеди, через таинство Евхаристии. И, конечно же, своим трудом, к которому нас подвигают эти таинства. Ведь мы готовимся к ним, мы молимся, мы творим добрые дела, мы стараемся соблюдать заповеди и жить, как нам говорит Церковь, сообразуя свою жизнь с опытом святых отцов и с опытом Церкви. Исповедуюсь духовникам, советуюсь с ними, посещая монастыри, молясь святым угодникам. Мы стремимся угодить Богу и стяжать Его благодать. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. И здесь главное условие, это условие того, что Христос умер за нас. Христос принес в жертву Себя Самого для того, чтобы нас очистить. Поэтому главным условием нашего очищения является как раз-таки дар Божьей милости, дар Божьей любви, которая изливается на нас через таинство благодарения. Что это такое, спросите вы? Это таинство святого причастия, где омываются наши грехи через вкушение нами плоти и крови Господа Иисуса Христа. Только так, только как дар мы получаем свое спасение. И дальше, в подтверждение этого тезиса, мы прочитаем вторую часть сегодняшнего отрывка из 3 главы, это 4-7 стихи. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога», а это происходит как раз-таки на реке Иордан во время крещения, мы видим отверстие небеса, и дух в виде голубини сходит на Господа Иисуса Христа, и родителей глаз свидетельствует о Христе, называя Его возлюбленным своим Сыном. Именно тогда приходит в мир благодать. Для мира открывается Мессия, для мира открывается Христос. «Он спас нас не по делам праведности», — говорит апостол Павел, — «которые мы бы сотворили». Это очень важный тезис, то, что мы не можем сотворить такого доброго дела, которое бы сделало нас достойным принять благодать. Это очень важно понять, что мы недостойны в любом случае принять благодать. Так почему же Господь все-таки дарует ее нам, а по своей милости баню возрождения и обновления Святым Духом? Именно в результате того, что мы приняли крещение и получили обновление Святым Духом. Вопрос в другом, в контексте нашей сегодняшней церковной жизни. А получили мы обновление Духом Святым или нет? Таинство над нами произошло, но приняли ли мы его в свое сердце? Или мы чисто механически к этому подходим? Если в нас нет осознавания того, что Христос за нас умер, что это не я зарабатываю себе свое спасение, а это я принимаю спасение как дар, и молюсь только бы о том, чтобы Господь не отнял от меня этот дар, и пытаюсь удержать себя в рамках благочестия, потому что мне дорог дар моего спасения. Я понимаю, что Христос за меня умер, и что я сегодня, когда я грешу, я свожу на нет смерть Христову, что я пренебрегаю Его любовью, и никакие мои заслуги не могут меня спасти, но только милость Божия. Мы все должны быть обновлены Духом Святым, мы все крещены водою, но обновлен ли в нас Дух? Поэтому мы должны стремиться сегодня, в день Святого Крещения, понять это, что прежде всего нас освящает милость Божия в Его таинствах, все же остальное способствует нашей жизни благочестиво, в том числе и святая вода, которую мы сегодня освящаем, которая посвящается Богу и способствует нашим исцелениям духовным и душевным, и телесным. Но только в контексте того, что мы истинно приняли крещение и истинно обновили свой Дух, чтобы, оправдавшись Его благодатью, не своими заслугами, а благодатью Божией в таинствах Церкви, прежде всего в таинстве исповеди и в таинстве святого причастия, именно в этом мы оправдываемся Его благодатью. Мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Дорогие братья и сестры, давайте будем размышлять над посланием святого апостола Павла к Титу, над сегодняшним зачалом, потому что оно приводит нас к истинному пониманию благочестия и месту Таинств в нашей жизни. Что в нашей жизни главное? Христос, который является нам в таинствах Церкви, или различные традиции, которые тоже есть в Церкви, но они вторичны по отношению ко Христу. Давайте будем задумываться над этим. Дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як Он взяться великолепие Твое при и выше небес. Субтитры создавал DimaTorzok